Вы слушаете Вестник Кавказа. Спасибо, что пришли. И в начале нашей программы я коротко вашу биографию зачитаю. Суслан Гусейнов уроженец Ахтынского района Дагестана. В 1991 году он окончил Московский архитектурный институт. С тех пор работает над проектами разного масштаба и характера. Среди реализованных проектов частные общественные интерьеры, коттеджные поселки и индивидуальное жилье, реставрационные работы, крупные архитектурные проекты. Как художник Суслан Гусейнов создает оригинальные картины из необычных материалов. Суслан Гусейнов участвовал в восстановлении храма Христа Спасителя, создав огромное количество картин из ценных пород дерева в технике марки 3, а также макетов храма из дерева и гипса. Некоторые из его работ были подарены патриарху Сея Руси и мэру столицы на юбилей Москвы. Суслан Гусейнов – постоянный участник многих выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Его работы были представлены в Московском доме художника «Кузнецкий мост», а также в Манеже, Музее современного искусства, Парк Горького, Московской городской думе и на других площадках столицы. Произведения Суслана Гусейнова хранятся в многих музеях Москвы и частных коллекциях в нашей стране и за рубежом. Очень краткая биография для художника, архитектора и дизайнера. Что бы вы могли бы такого добавить существенно? Что я упустил в самом начале нашего разговора? Скажу сразу, что ничего не упустили, все соответствует действительности, но... Добавить что-то не мешало? Да, если добавить, то я очень долго шел к этой своей точке, что в свое время я поступил в политехнический институт, но это у нас в Дагестане, в Махачкале. Но из-за того, что у меня все эти были точные науки, были на хорошем этом уровне, я решил стать не только художником, а архитектором. Но из-за того, что архитектурной у нас в Дагестане не было, я решил приехать в столицу и поступил здесь. Во время учебы в архитектурном институте я, помимо архитектуры, еще с первого курса начал делать творческие работы. Это касается резьбы по дереву, помимо этого, там портреты и разные интересные техники. То, что я сейчас делаю, необычные эти картины, необычные предметы искусства, источником этого я делюсь секретом, что в свое время, будучи первокурсником, я случайно попал на выставку одного охотника Сибири. Он выставлялся в Кузнецком мосту, и когда я туда попал, для меня было очень впечатлительное его произведение. Из необычных материалов. Да, все произведения у него были сделаны из перьев, так как он охотник, он собирал эти перья, но это выяснилось при близком знакомстве с художником, с этим, скажу, что не охотник, а с большой буквы художник он. Так как его перья при приближении к картине, они никак не смотрелись как перья, это смотрелось как мазок масляной краской. Это очень интересно было. И для меня было с тех пор, как человеческий вообще глаз устроен, что он может некоторые необычные вещи видеть под другим уклоном, под другим углом. И я начал над этим задумываться. То есть эта выставка вас восподвигла в свой взгляд? Да. Мне стало интересно, что человек оказывается не своим восприятием мира, он не только глазами видит, он то, что у него пережит, то, что он с воспитания получил, с детства, от воспитания, вот от этого зависит его взгляд на мир. Любое восприятие, либо картина. Да. Глаза, зеркало, души. Да. Я начал, ну, это автоматически у меня вот после окончания архитектурного института. Так вы пришли. Да. Да. Своему почерку в искусстве. Да. Мы еще об этом поговорим еще более подробно. Есть такая у нас традиция в самом начале беседы, о Кавказе чуть-чуть. Вы все-таки урожайец Кавказа. Когда были там в последний раз? Ну, к сожалению, последних лет изменения немножко график посещения Дагестана изменило, потому что в свое время в Советском Союзе каждый уроженец там Кавказа, или в частности Дагестана, во всяком случае я так чувствовал, что стремился к каждой полученной там эмоции. Каждой полученной в своем воспитании, в образовании. Все это воплотить в жизнь на Кавказе, в Дагестане. Это в этом смысле то, что после развала СССР, что творится в южных республиках, это, конечно, с болью так воспринимается на сегодняшний день. Ничего нового не происходит, но это я так извиняюсь, я там давно не был. Может, там есть какие-то... Ну, вы, очевидно, хотите сказать, что реализовать свои знания в Дагестане вам, допустим, было бы трудно, сложно. Нет возможностей сейчас. Не только в Дагестане, сейчас на всем юге России, к сожалению, очень сложно реализовываться тем более людям творческих профессий. В этом смысле, как человек уже зрелого возраста даже, я могу сказать, что все-таки в СССР самое такое ценное, что мы приобрели в этом государстве, что у нас было всеобщее принятое, то есть общий климат в государстве определено было, что есть определенные ценности, есть определенные негативы, есть определенные... И все эти воспринимали как-то однозначно, как-то недвусмысленно, все это было поставлено на свои места. Поэтому в основном, если так взять, кроме некоторых изъянов, в основном все люди знали, что такое плохо, что такое хорошо. Система ценностей. Да, система ценностей. Поэтому сказать сегодня то, что происходит в стране, и в частности в Дагестане, я бы хотел пожелать всем, чтобы мы в какой-то степени вернулись не на 100% к тем ценностям, что было, хотя бы определить для нашей страны, для нас, какие ценности являются главными и возрастающие поколения, чтобы знало, к чему стремиться, к какому образованию, к какому воспитанию и так далее. Ну, видите, вы как уроженец Дагестана очень серьезную тему подняли для всей России, потому что житель Дальнего Востока и житель Северного Кавказа сегодня живут в разных системах, на разных кардинатах. У каждого какие-то свои задачи. Конечно, 90-е годы было еще хуже, конечно, тем более на Кавказе. Конечно, сейчас есть уже положительные сдвиги, и, очевидно, то, о чем вы говорите, уже начинает каким-то образом работать на этом пространстве. Ну, я думаю, что это зависит еще и от людей творческих, вот, допустим, таких, как вы. Вот вы дагестанский москвич или московский дагестанец, да? Вот кем вы себя больше чувствуете? Ну, кем я чувствую, ну, не знаю, кем я чувствую. Если бы я знал москвич, как себя чувствовать москвичом, я мог бы сравнить это. То, что я дагестанец, это то, что я родился в Дагестане, и то, что в некоторых моментах свое воспитание, свое восприятие мира, что вот до зрелого возраста я до совершеннолетия, там, вырос до 18 лет, пока я закончил, пока получил среднее образование, это, конечно, складывается, в каких условиях человек жил, в какой природной среде жил. Поэтому в этой степени я, конечно, чувствую себя дагестанцем. Там, где природные какие-то красивые моменты, это у меня всегда в голове, всегда в глазах. И каждый... Я вам расскажу, к слову, один момент, что я каждый раз, когда приезжал в Дагестан, для меня было... Ну, это более взрослая жизнь. Для меня был первый момент, что вот очень рано вставать до восхода солнца и подняться на вершины горы, ну, на высокие эти точки и оттуда посмотреть за восходом, как меняется небо, как вообще эти краски меняются, от чего это зависит, как художник. Мне было в своё время, потому что я после окончания школы, первой моя была мечта стать художником. И всегда у меня была тяга к изображению облаков, неба, вот эти чистые краски, как они складываются, из чего это состоит. Но до сих пор я не могу забыть одно утро, которое я так же... Я даже когда рассказываю, у меня до сих пор идёт очень много времени прошло, до сих пор идут мурашки по телу, когда очередной раз я так решил рано встать, я поднялся высоко. И для меня неожиданно как-то открылся какое-то такое ровное место в горах, и там сплошной было... Ну, тогда мы не знали, что такое мак, что такое... Мы наслаждались только красным цветом, что это цветы, что это ничего за собой не... И никто... То есть это не было. Это сейчас маковые поля, это просто такая редкость. Но тогда это было в порядке вещей. Но для меня, для ребёнка, тогда я же об этом не думал, для меня был вот этот красный низ, только раскрывающийся... Очень сочный мак в горах. И ещё эти лепестки мака, они на ветру, это как, я не знаю, очень мягкие, очень так живые, там меняющиеся кадры. И как раз в этот момент начало это солнце подниматься, и немножко облачное небо было, и по всему небу, это низ красный, по всему небу ещё красный цвет. Я вам скажу, что этот кадр, я всё равно, вот до сих пор, жаль, что я живописцем не стал в жизни. Но это я изображу обязательно, в какой технике это будет, я не знаю. Но это утро я действительно не могу забыть. Ну, трудно не стать художником. Да. Да, такие пейзажи-то по утрам. Продолжение следует...